ну что ж друзья продолжаем разговор мы практически закончили наш набор у нас сейчас текучая высота 1450 метров до кромочки осталось совсем немножко будет даже интересно посмотреть куда мы дальше пойдем собственно куда дальше более сильным облакам дальше от дома от дома начать 94 километра я так понимаю по направлению маршрута будет вот сейчас пациенту кадра ведь какая облачность хорошая туда вдоль массива централь дальше к испании мы выходим из потока набрали 1550 метров да и двигаемся курсом примерно как я ожидал где группа облачности хорошая двигались ему на запад курсом ну чтобы представляли на глобальной карте как это выглядит сейчас я вам покажу как это выглядит вот мы дальше двигаемся вот у нас ну а сейчас сейчас дня друзья и видите в облаков уже достаточно яркая подошва такая плотная здесь погода более крепкая потоки сильные хотя кромка небольшая тысяча четыреста метров над уровнем море у нас сейчас совсем немного и мы набираем по 200 300 метров наверное выше было бы веселей конечно в этом месте много очень холмов с другой стороны зато красиво если ты надо это место если висишь высоко ну что там видишь сейчас мы прям тут видим все эти холмах ведь как клаус опять оседлал очередной поток и как все красиво чик 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 наслаждением и по этим холмникам прыг да прыг скоб да скоб путешествуем дальше собираем эту энергию но вот немножечко не вписались бываете такое чуть протянуть в нужную сторону раз и в дамке опять же может быть не с этой спиральки со следующие но мое дело да какое болтай на камеру да наслаждайся смотрю наслаждаюсь друзья видами там в речке какие-то внизу такие протоки блестят поля зелёные домики сколько вообще людей на планете вы посмотрите вот летишь и везде люди живут это же классно люди человеке и цивилизация все глубже и глубже забираемся мог басит централь погода нас радует знаете впереди появилась какой-то облачко спасти плотинкой идем мы на высоте примерно 1600 там плюс-минус где-то под облачком чуть не берем где-то под облачком чуть снизимся все хорошо не перегружаю я сейчас видеосъемкой ведь из холмы принципе здесь все прям примерно одинаковые бац такие такой все очень кривое на вершине этих холмиков какие-то поля все вот очень изрезанная прям изрезанная при изрезанная люди тут вовсю живут о как красиво внизу как петляет речка какая-то я мы до дни летели я ее не видел она под фюзеляжем было нельзя как красиво так вот раз как я во время съем кто начал да вот личный поток вауз вел очень хорошо так и происходит наш лет на жизни поток-переход, 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 и медленно, но уверенно мы двигаемся на вечные цели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очередной набор, друзья, такой плотненький, хороший, 2,5 метра в секунду, посмотрите, оп, да, 2,6 даже, погода хорошая, сильная. Чуть-чуть протягиваем и прыг-прыг-прыг-прыг-прыг. Продолжается холмистая такая местность. Гористо-холмистая. Недавно мы видели это водохранилище с другой стороны, сейчас, видите, уже его перелетели. Прыгаем дальше. Друзья, продолжаем смелое движение в массиву Централь. Облака темнеют, некоторые наблюдаются при развитии, видите, есть растекание по небу. Облака бьют верхний слой, где он такой, видимо, задерживающий. Выше они не растут, и они начинают по небу растекаться такими плитами, как это выглядит. Если бы не было вот этого слоя над облаками, задерживающего развитие их вверх, то в этот блость сразу уже бы шли дожди, грозы. Но это они упираются, растекаются. И фактически тем самым немножечко выключают погоду. Но зато при таких растеканиях очень легко найти не то место, где есть поток. Там, где есть солнце, там есть поток. Где есть прогреб, там есть поток. Очень ярко. То есть все это говорит о нестабильной воздушной массе очень. И она будет вот так целый день дальше кипеть. И дальше немножечко все-таки повысится верхняя часть, наверное, как-то побольше воды станет в воздухе. Пойдут дожди, осадки. Сейчас мы это все будем видеть. Ну пока вот мы стараемся двигаться дальше. И у нас это получается, вот солнышко снизу дарит нам какой вкусный и сочный поток. Чувствуете как? Ра-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну а местность относительно однообразная. То есть вот сначала она меня прям радовала, что первый раз сюда залетела. Ну а сейчас вот видите, там полники. Ну они красивые все. Ты знаешь, как вот это можно сказать, зажрался. Есть немножко. На Клаус что творит, посмотрите. Что творит. 36 метров в секунду. Как втопил. И что приятно, кромочка уже подрастает. То есть если помните, в начале нашего маршрута, там где ближе к Далине Рона, у нас было там 1600, это было уже большое счастье. То есть сейчас у нас 2000 будет кромка. То есть вот это 2000 уже, можно сказать, есть о чем разговаривать. Уже вполне, видите, холмики эти отдалились. 2 километра дает достаточно хорошее пространство для маневра. Прямо жизнь налаживалась. Вы посмотрите, как положил Клаус виточек к виточку. Виточек к виточку. Плотненько. 3,6 метров в секунду средний набор. Больше 2 километров у нас высоты. Красавчик. Просто монстр. Огонь. Набрали и помчались дальше. 2300, 2030 метров у нас. Под самой кромочкой идем. Перед выходом мы отсекли, посмотрели на кромку этого облака, как она выглядит. То есть я так понимаю, что заметил Клаус Курс, которым пойдет. Ну и я бы так сделал. Соответственно все четко. Мы прям идем без снижения. На высокой скорости. Видите, у нас постоянно сформировалась гряда облачности. Очень удачная для нас. Двигаемся вот так. То есть видите, не нужно никакую высоту набирать. Просто по нужной стороне облака идешь. Облака срослись в такую ленту. Вот мы по этой ленте, по небесной дороге шпарим. По величной скорости. Кайф. И крутить при этом нам ничего не надо. По озеру сейчас видно, что ветер дует нам. Ну вот перед нами уже такая будущая наковальня. Скажем, так могла бы быть, если бы... У нас вулкан, друзья. Вот вершина вулкана, посмотрите. Настоящего, боевого. Ну понятно, что он спит давным-давно. Но прям вот вулкан-вулкан, по слухам. Ну вот так вот, долетели дамукана. Так, раз-раз. Красота. Ну и мы перелетели, я так понимаю. Массив централь, что ли? Он будет потом поставить по картам. Дальше как-то все на понижение идет. Все равно осталось сзади. Мы куда-то летим, куда-то летим. От дома мы уже 128 километров, далеко. Мы продолжаем двигаться в сторону Парижу. Куда-то туда, на запад. Красиво. А нас, видите, все время придерживает. Мы идем под облачной грядой. Вот как было у нас 2030 метров, так вот сейчас 2040. То есть ничего делать не надо. Летишь себе и балдеешь. Такая она, планерная жизнь. Из интересного, с правой стороны, видите, уже какой-то такой вот равнинная местность с очень низкими облаками. В дымке как-то вообще все непонятно. Это понимает, что мы будем здесь делать поворот на север. Или на обратный курс. Не знаю, какие у нас планы. Ну, по крайней мере. Да, похоже на обратный курс. Да, вот мы слетали. Ну, тут совершенно логичная точка разворота, друзья. Я бы сделал совершенно так же, потому что дальше просто лететь уже некуда с точки зрения погоды. А у нас маршрут как недовой, так и просветительный. Поэтому, чем больше мы узнаем, в данном случае я, тем лучше. Ну, и вы, тем более вы. Летим, летим дальше. Вот теперь у нас опять где-то прямо по курсу Долина Рона. И обсудили, что база облаков в сторону Гренобля, шартрез, она, в общем-то, низковата. Поэтому быстро туда сейчас не полетишь. Нужно брать все, что дают. Подбирать будет высоту. В общем, короче, предстоят нам непростые времена, похоже. Ну, будем работать. Тема, но и неинтересней. Ну, Долина Рона осталось чуть-чуть совсем. Она уже светится. Летим мы быстро. Сейчас шли под грядой. То есть, ни одного набора. Спирали все шпарим-дошпарим. Помните, вот городочек был, водохранилище. Водохранилище левее осталось. Ну, только что, друзья, взяли какой шикарный кусок вкусный потока. Я так понимаю, здесь виток все-таки сделаем. Я думаю, что мы пройдем его по прямой, сделав дельфина. Ну, кстати, вот эта частая ситуация, видите, даже иногда у очень опытных людей случается спираль лишняя. В данном случае, по большому счету, лишняя, потому что очень хороший был заброс. Мы его так классненько прошли. И мы, видите, под кромкой. Поэтому сейчас даже вот мы возьмем энергию, а нам ее будет девать некуда. Но я так понимаю, что дальше будет все сложнее, поэтому запасается максимальной энергией. Сделал вот эту спиральку. Несмотря на то, что полтора метра в секунду мы имели набор, ну, в сумму за вот эту спираль, видите, 1,6 метра в секунду такая она получилась. Ну, зато мы сейчас вот прям под кромочкой шпарим к следующим облакам. Ну, вот это озеро мы над ним пролетали недавно на дороге по этому лучу на запад. На бордо кромки облака только что произведен. 1800 метров, друзья. Вот недавно у нас, помните, было 2,50. Спокойно летелось. А то сейчас 1800. Но мы уже на самом краешке долины Роны. Вот тут облака впереди. Это примерно то место, где мы первый раз, после того, как пересекли Рону, более-менее наскребли какую-то адекватную высоту. Сейчас до этих облаков прыжок. Ну, потом мы будем очень серьезно думать, как саму долину пересекать. Потому что высоты немного. Долина большая. Но я вижу неплохую заполняемость облаками внутри. Если мы шли, то у нас облаков в самой долине не было. Сейчас сама долина немножко заполнила облачностью. Есть шанс, что мы просто по дороге внутри долины что-нибудь подберем и пойдем. Итак, друзья, подходим к долине Роны. Вот она уже на ваших экранах. Вот здесь мы как раз набирали. Опять Клаус увидел птицу ту самую. Наверное, не знаю, встанет в набор. Да. Встаем в набор немножечко. Отпахали мы 40 километров. Вот, ну, где-то там на горизонте были у вулканчика. Вот далеко-далеко вот там. 40 километров от этой точки. То есть сюда 40 назад, 40-80. И сейчас мы в обратную сторону будем пересекать долину Роны. Потому что нам нужно перелететь в Большие горы, Большие Альпы. Там кромка будет намного выше. Для этого мы должны здесь выбрать максимум. И с криком Эгегей рвануть через долину Роны в обратную сторону. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Ну, вот, собственно, максимум мы выбрали. Как вы видите, видите, уже космы пошли. Я думаю, что, скорее всего, Клаус будет делать крайнюю спираль. Сейчас мы посмотрим. Сейчас мы посмотрим. Клаус Большие горы. Скоро. Якобы, если вы видите, то я объявляю в Баланс. Класс. Я дусь в сторону С, а по-другому. Как ты, Аля? Эй-хей! Летим, друзья! Посмотрите, как Рона делится на два каналчика. Один, видимо, идёт пьезер на электростанции. сейчас друзья вы видите ветряки помните как мы там низко были в районе этих витачков а сейчас мы короли небо сейчас мы сего центрально возвращаемся высоко подлетаем речки я думаю что мы спокойненько пересечем у нас там заполнение облаками тоже видно развитие сильное пошло над нашими альпами да как обещали после обеда возможно дожди перелетаем рону и радуемся это конечно уже будет не так красиво как прошлый раз когда мы были низко при низко но между тем вполне себе симпатично от дымочек который вы видите на горизонте это вот как раз от городе городе не или как она там называется ядерной электростанции пересекаем выходит входит до неврона друзья с левой стороны метрики помните мы там набирали все низко при низко вот сама рона город валенсия впереди все заполнено облаками неплохо заполнено то есть мы до них на адекватной высоте дойдем и встанем в набор он у нас правой стороны мультилемар там ядерная электростанция дымочек идет как раз в том районе любуемся самой роной с этой высоты достаточно красиво выглядит согласитесь нас даже на этой высоте покачивает то есть какая-то термическая акцию нас присутствует долина ровно славно тем что в не дует постоянно очень сильный ветер как он образуется у нас почти остался массив централь а вот впереди у нас альпы а между ними вот такая равнинная щель естественно ветер штука ленивая хочет течь там где пониже он соответственно разгоняется в этой продавливается через долину случае если область высокого давления область низкого давления в испании и в италии закручивается образует мощнейший до 120 300 140 километров в час ветер который по слухам отрывает ослам уши у нас этот ветерочек весело дует а если мы сюда шли у нас практически ничто не придерживало сейчас попозже немножечко прогрев внизу больше и вот они образуются какие-то ошметочные облака 1400 метров у нас при этом вот что-то такое пык-пык-пык пролетает мимо и подпины вает поэтому то что мы впереди вот там где вот эти башни торчат что-то зацепим серьезно это как говорится к бабке не ходи ну сейчас посмотрим если вам друзья удается разобрать с левой стороны как раз и работ валенсия и он она аэропорт от нее вот этого валенс валенс и валенс аэродром там куда все эти смолёте заходят и мы тут движемся мы так понимаю движемся очень хорошо красиво никому не мешаем облачками полосы сейчас как раз очень хорошо она перед крылом друзья как раз полоса должны четко видеть наверное такое радио обменчике вам скажу большой мы на этой чистоте висим доложили что мы будем пролезать мимо все хорошо но вообще мы любим место где поменьше тапика побольше такой свободы мы уже скался мы это обсудили что настоящий планеризм это там где не нужно общаться с диспетчерами вот это вот ла-ла-ла-ла это конечно очень важно но очень пилотскую душу свободную терзает вот уже холмы первые наши родные альпийские видите с правой стороны это там находится как раз под этими горками аэродрома бенисон видите друзья как просто все фактически уже на другой стороне роны высота у нас сейчас правда небольшая тысяча сто метров всего лишь но вы вполне видите до хромали до холмиков сейчас где-нибудь здесь чуть возьмем пролетели несколько восходящих потоков клоус постоянно идет под облаками нас подхватывает но подхватывает настолько слабенько что великого при великого смысл набирать не было так это высота позволяет то можно двигаться туда где скорее всего энергия ну как сейчас видите пик 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 ну вот это пик 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 особо не закрутишь мы хотим взять там где энергии побольше энергии побольше на склонах до этих склонов мы дотягиваемся как по сути мы в ту сторону долину пересекали и взяли энергию на горках также здесь хотя ну на равнине если бы это было только равнина тоже можно прекрасно летать рону это специфическая равнина здесь никогда нет погоды вся вот равнина все вот здесь вот не летается облакайте есть и все такое дохлое кислое такой вот прям по долине самой летать и как только северочек задул сразу ветер сильный нелюбимая саму внутренне из рона но полетать вот такую погоду посмотреть как все это устроено как это все работает достаточно интересно подлетаем к облаку который уже непосредственно над холмистой местности видите вот у нас внизу пошла холмистая местность подходим и сейчас я так понимаю что может быть здесь наберем может быть направо пойдем сейчас будем думать ветер сейчас удачный как раз на эту сторону холма холм тоже удачный вот все здесь удачно такой гребень красивый я был бы потоком прям жил бы здесь вот прям поселился и на радость я бы жил ну эти вот похоже тут такой вот вот я поток какой-то приманил такими идеями он хочу приманил он тут и живет потому что все кто думает как поток они думают что жить надо здесь друзья чтобы научиться хорошо летать на планете нужно научиться думать как поток где вот ты хочешь жить когда ты можешь будучи потоком почуять у меня есть коллега парапланилиста он периодически своим ученикам советует вот ты сегодня там будешь там когтем тигра там еще чего-нибудь там борись как тигр там летай как лань там еще что-нибудь ну короче вот такого много можно дать ему хочу ты иногда посмеяться чуть-чуть но с другой стороны там она вот там вот я бы тоже сейчас он говорю будьте потоком подставляете как поток хочет подняться отлипнуть от этого бренного мира он вот прилипает его притягивает вот этим силами поверхностного притяжения не пускает вверх и вот он тут оторвался превратился такой пузырь и пошел свободно путешествовать в небо и пошел в белом облаку подниматься с вами был сказочный полков но мы видите двигаемся по холмикам пока ничего такого серьезного не взяли чтобы закрутить но спокойненько идем 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 я так понимаю что упал все есть какой-то план у меня был бы примерно такой же план я думаю что мы выйдем сейчас потихонечку да вон он верховский заповедник справа просматривается мы сейчас выйдем в то место где дорога клеона подходит греноблю и я думаю что там как-нибудь через гренобль дальше рванем уже большие горы ведь пересекать это все в обратную сторону нам сейчас тяжело будет достаточно низко мы наберем сейчас конечно там 100 метров у нас есть 1000 но это будет совсем немного 100 метров погода больше не делают поэтому нужно рваться в сторону греноблю я так думаю сейчас посмотрим внизу до градочек машинки мы уже опять низкая опять все красиво чем ниже тем красивее на самом деле летчики летают низко на самолете как как же смотрят все там нет на самолетике было бы страшно летать друзья потому что отказал этого самолетика двигатель ничего и должен ты куда-то на какую-то поляну фигачить а если у тебя на 300 метрах самолетик оказал мотор то ты максимум что можешь пролететь это лучшем случае три километра а если у нас на 300 метрах отказал мотор и которого у нас нет то с 300 метров мы можем пролететь умножьте на 50 с каждых 100 метров 5 километров 15 километров я думаю что за 15 километров ну что-нибудь какую-нибудь поляну мы найдем чтобы земли так что так а скорее всего мы просто найдем энергию ну и у нас опять же не 300 метров а несколько выше плаус движется вот сюда она стала вот эти красивые сейчас где-то будем брать это же камеру специально не выпуск не выключаю потому что такой момент достаточно ну если не сказать драматический то достаточно серьезный потому что но высота 1000 на долине у нас получается метров 600 удали на метров четыреста на и народа будет кстати посмотреть на этих склонах должны что-то взять сейчас вот удачный склон и с южной тип понимаешь экспозиции но ветер дует в левый борт западный поэтому клаус по западному склону движется ну и облако видно как она тут с этой стороны работает где-то здесь должна быть энергия как пить дать бабки не ходи но где мой какие пещеры внизу посмотрите и красивые пещеры где-то здесь мы должны что-то взять и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, не жалко, это значит, что планерный полет закончен Игра с природой проиграна Мы на земле И то, что мы летим, это как бы Следующая игра Мы стартовали и дальше полетели по новой Ну и маршрут тогда считается уже не полный, а до мотора И после мотора Жизнь делится на до мотора И после Так что Сейчас вы наблюдали Увлекательнейшее Выпаривание С легендарным моим учителем Клаусом Класс! Ну, это вот классика В данном случае это вот прям Очень классическое решение То есть аккуратненько, потихонечку, нежненько Этот поточек крутить Видите, его сдуло Это к вопросу о том, где надо было бы поток искать То есть вы представляете, да, источник Сейчас я крыло покажу На источник потока У нас там ролик как-то о голубых термиках Был Вот видите, вот городочек Вот перед городочком с поля поток сходит Мы его подцепили И потихонечку с ним сносимся И в зависимости от силы потока Будет несколько таких вот кривых Как бы наклона То есть вот сейчас у нас кривая наклона для метров в секунду Видите, как он стелется И вот ты даже думаешь Ага, вот поток будет от того источника А определить где же он будет очень сложно Поэтому Мы вроде как шли холмами Но не попадали ни в какой из этих потоков И сейчас медленно, но уверенно набираем Набрали мы уже целых 80 метров И у нас уже Все намного легче Теперь у нас эти 80 метров Как некий резерв Мы можем, если что, пошарить еще И что-то найти Ну вот медленно, да, друзья То есть вот сейчас Никакой гонки Никакого хардкора Такой ленивый, спокойный набор высоты Видите? Вот в этом весь планеризм Что ты должен иногда выключить этот Мотор реактивный И перейти на спокойный режим полета Ну Друзья, чтобы вы понимали сложность Видите, какой набор Понабирали, понабирали Набрали 140 метров И вот сейчас Поток наш кончился И мы поэтому Немножечко гуляем вокруг Ищем, где же еще Что-нибудь цепануть Потому что до кромки облака Метров 300 можно набрать Это даст там некую свободу Вот набранные 150 метров Позволили, во-первых, подойти ближе к облакам И тянуть должны немножко лучше Во-вторых Ну, тут рык-пык, шмык-мык Хряк-бряк Ну, у тебя раз Ну, Клаус умничка взял Следующий поточек Ваш покорный слуга тут сидит И балдеет, в общем-то Я в такую погоду бы Не знаю, очень бы боялся Ну, не боялся, но вот Лишние вот эти эмоции от малой высоты На пользу бы, наверное, не шли Ну, Клаус спокоен, как танк Набирает, летает А мне дико интересно, как он на таких высотах Во-первых, работает Как работает ручкой Ручка работает хорошо В меру спокойно Ну, и в меру уверенно Так может подвоткнуть Принцессу куда надо Что прям все хорошо Ну, мы опять над очередным Городочком Я уже Любуюсь Любуюсь Прям Даже меня в сон от Любовая не оклонит Друзья Так все тут Так уютно, хорошо И лампово Я думаю, что мы Хочется вот так Взремнуть Я не такой Ну, и сейчас Развитие событий Начинается интересно Мы уходим опять в долину Немножко, видите Даже отступаем По маршруту Назад Уплатика Ага Ну, так вот Очень даже интересно Потихонечку Тратим наш запас высоты И думаем Чтоб такого вкусненького взять Чтоб такого вкусненького съесть Нам надо выбраться вверх Взять какой-то свежий поток Мощный Бодрый Который нас выплюнет наверх Солнца сейчас много На солнышко мы вышли И смотрим Дают что-нибудь вкусненькое на солнышко? Ну, не дают Пока не дают Надо выключить камеру, наверное Тогда дадут Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok